Если бюджет выполняется, возмещение тоже будет выполняться. Если в бюджете есть в целом масштабы обеспечивания, какие-то проблемы... Тогда прямо... Но тогда честно надо признаться, что, уважаемые налоговые плательщики, мы сегодня находимся в таком состоянии, когда мы не можем возмещать НДС и вносить изменения в законодательство в части возмещения. Но, ну, вот, ну, наверное, знаете, как бы, вот мое мнение, это сугубо мое мнение, мы вообще всегда должны честно выстраивать какую-то политику и налоговую, и государственную, говорить гражданам, будь то реформа медицины, здравоохранения, всегда говорить честно, мы можем вот так, вот с такими налогами. Если мы хотим сделать социальную медицину, если мы хотим сделать более социальное общество, тогда нам надо увеличивать налоги и за счет этого собирать больше бюджет и отдавать тогда на первичную медицину, на вторичную, на скорые, на областные больницы. Но при этом надо всегда, наверное, открыто говорить и о начале, и о конце этого процесса. То есть если мы хотим, а мы, к сожалению, так происходит, мы еще даже не знаем, какое общество мы хотим построить. Но я понимаю, что там может быть сервисы, которые могут предоставить офисы крупных плательщиков, они лучше в части администрирования, там автомат по-другому распределяется. Здесь одна проблема, они 10% численной прибудки, которая с этого года должна зачисляться в местные бюджеты, платят в бюджеты города Одессы, Киева и здесь дальше. А Николаевская область, мы прочитали, теряет порядка 36 миллионов в год в условиях того количества плательщиков, которое есть на сегодняшний день. Поэтому есть предложение обратиться тоже к депутатам Верховной Рады, проанализировать там этот вопрос, где это прописано, внести изменения в те законодательные акты, чтобы все-таки обслуживание обслуживанием, а налоги налогами. Здесь они находятся, здесь работают люди, здесь это земля, которую они используют, здесь воздух, здесь, ну, во всяком случае, это даст возможность хотя бы какие-то вопросы социальные закрывать более стабильнее для местных бюджетов, для опорного местного управления и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова